Мы находимся на выставке Household Expert. Мы поговорили сегодня с большим количеством экспонентов и спикеров. У нас руководитель Retail.ru, это основной информационный партнер данной выставки и вообще многих выставок. Наталья, как дела у выставки, как вам удается освещать выставку? Вы уже не первый, а в пятый раз освещаете в таком формате микровидео с кучей экспертов, с кучей спикеров, с кучей экспонентов. Дайте обратную связь. И как вам это помогает для увеличения вашей аудитории или для какой-то эффективности? Да, пятый раз мы делаем пресс-центр в целом, это на разных выставках. На Household мы делаем второй раз. Точно могу сказать, что второй раз уже проще. Аудитория уже начинает понимать этот формат. И мы вчера заметили небольшую очередь, когда люди ожидали выступлений, чтобы записаться на видео. Уже начинают понимать, что нужно делать репосты, что нужно ими пользоваться. За последнее время мы записали в сумме около 300 видео. То есть это на различных выставках, включая вот под экспос, который недавно прошел, Петерфуд. И сейчас мы уже видим цифры. Если мы начинали условно где-то там 1300-1500 просмотров лидирующие ролики, то последнее время уже ролики набирают там 4-5 тысяч просмотров. Что, естественно, значительно увеличивает охват после того, как выставка закончилась. То есть все-таки инфоповод дополнительный, вернее, инфоповод как событие обыгрывается лучше. Если мы говорим про, что именно для нас, как вот для проекта, то все-таки дополнительная узнаваемость проекта возникает. И мы становимся более полезными. Как минимум у нас уже начинают уточнять, где эти видеоролики можно посмотреть, и мы подсказываем. Но таким образом, как минимум, дополнительная запоминаемость для проекта точно есть. Если говорить про саму выставку, Хаусхолд уже в 11-й год ведет свою работу. На текущий момент это лидирующая выставка в теме непродовольственных товаров. И они пытаются развивать свои новые направления. Вчера мы как раз увидели активный прирост экспонентов, не экспонентов, а выступающих на тему бытовой химии. Такого плана направлений. Ранее в таком количестве здесь мы их не видели. Посмотрим, что будет через год. Через год уже Кемикас, как выставка, я надеюсь, что состоится. И мы точно будем ее поддерживать, потому что выставки по бытовой химии на текущий момент у нас в России фактически нет. И мы в пятый раз проводим конференционную программу. Сейчас у нас заканчивает выступатель Бертютин. И всего было 8 экспертов, 8 спикеров, которые довольно плотно держат аудиторию. И все время зал так был практически полон. Ну, приятно осознавать, что много возвращается, и люди повторно приезжают. Ну и даже вижу четко, что люди из продовольственной розницы, я их просто знаю, что они из продовольственной розницы, они на эту выставку пришли, на конференцию. Ну, таким образом уже и ассортимент расширят, посмотрят, какие новинки можно взять, и немножко научатся еще каким-то новым знаниям приобретут. Ну, приятно, что приезжают, и приятно, что ту деятельность, которую мы проводим, она полезна людям, потому что самое главное, что они дошли, доехали, приехали. Я хотел бы дополнить, что Наталья сказала про просмотры, и я хотел просто уточнить, что это просмотры перед целевой аудиторией. Это не просто просмотры, посмотрите все, кто угодно, это именно та аудитория, битубишная, сложная аудитория, которая видит эти интервью. А есть какая-то обратная связь? Вот спикер же себя видит в фейсбуке, в соцсетях, у вас на сайте. Какая-то обратная связь? Понравилась, не понравилась? Хорошо сказала или давайте перезапишем очень частый вопрос? Ну, слушайте, конечно, нужно тренироваться. И если вы однозначно не знаете, что сказать в ответ на те вопросы, которые наши журналисты задают, конечно, трудно сделать что-то хорошее. Но как вот даже по себе могу судить, первый ролик мне был трудновато записывать все равно, есть волнение, есть переживания, как это будет выглядеть, ой, я некрасиво смотрюсь на камере, ну и все такие вопросы, которые всегда присутствуют, когда мы приглашаем людей на съемки. Но все-таки тренд таков, что в видео все больше и больше, люди привыкают смотреть видео, и если мы не учимся и не следим за трендами, то мы упускаем те конкурентные преимущества, которые появляются тогда у наших конкурентов. Давайте думать о том, что, ну, что будем говорить, ловить эти возможности и инфоповоды, и не терять их, не терять эти возможности. По поводу отклика, ну, очень по-разному. Я перезадам вопрос, как такой формат освещения помогает брендам, вашим партнерам, которые читателям, или, ну, вашим заказчикам на ритейл.ру, то есть как он им помогает, эффективно ли это для них? Ну, я еще раз обозначу. Видео – это некий инфоповод, вокруг которого можно построить новость компании, ее вновь, заново уже запустить на своем сайте, ну, вообще использовать как то, что вы действительно на этой выставке были. Вот я уже просто на эту тему в предыдущем видео говорила. Плохо, когда делается стенд, присутствуют здесь люди, ну, сами как посетители, не посетители, а именно экспоненты, но не хотят даже сделать фото, сделать правильные новости компании по этому поводу. Все-таки инфоповоды нужно отрабатывать должным образом. Мы, как ритейл.ру, вместе с МИЮ, сейчас помогаем именно делать видеоформаты, которые действительно непросто делать самостоятельно. Просто нужно знать, что мы делаем пресс-центры. Кстати, будущие пресс-центры. Будущие пресс-центры будут на Метроэкспо. Мы также планируем на неделе российского ритейла. И, ну, там есть еще планы уже на второе полугодие, но вот ближайшее, это в конце марта и уже в июне, в начале июня, я приглашаю, планируйте и готовьтесь заранее. Спасибо большое. Организаторы в кадре Household Expo. Не переключайтесь, скоро включение с нашими гостями, экспертами, спикерами и экспонентами. Субтитры создавал DimaTorzok